Суместно с российским расатомом будут настроведчине литерально-атомную бомбу. Гэткая выснова выникает с крытычных заувагов относно безопасности будущей АЭС, сформулированных литовскими экспертами после вывучения ими стресс-тестов станции. Гэтких заувагов набиралось больше за сотню. У додаток до раннейших пытаний, у которых остается без отказов. Будем шукать отказы на эти пытания разом с физиком-ядровиком Андреем Ажаровским, ими Киужу Зараз, находятся с нами на видеосувязи с российского Подмосковья. Андрей, добрый вечер вам. Да, здравствуйте. Андрей, основные претензии к островецкой АЭС, они каковы? Вот эти 100 замечаний, сформулированных Литвой сейчас, это что-то новое? Или можно говорить про повторение основных претензий, высказанных уже раньше? Ну, эти 100 замечания хорошие дополнения к основным вопросам. Основные вопросы, это, конечно, то, что станция небезопасна, то, что непонятно, что делать с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом атомной станции. А то, о чем сейчас идет речь, просто после Фукусимы принято давать оценку внешним воздействиям. Не внутренним, а станция может взорваться по внутренним причинам. Чернобыль, например, взорвался без всякого внешнего воздействия, просто вот потому, что реакторы взрываются. А сейчас Литва напомнила, мы об этом писали в общественной экологической экспертизе тоже, что совершенно непонятным образом Росатом обосновал устойчивость атомной станции к таким воздействиям, как падение самолета. Более того, ну, было раньше доказано, что в оценке воздействия на окружающую среду содержалась ложная информация. Там говорили сначала, что станция может выдержать самолет массой 100 тонн, а на самом деле оказалось 5,7 тонн, то есть кукурузник Ан-2. И вот таких вопросов очень много. И хорошо, что Литва занимается тем, что своих экспертов, а там эксперты высокого уровня, у них же была своя атомная станция, они по референдуму отказались строить новую. Так вот, литовские эксперты дали серьезную оценку качества документа. К сожалению, у меня нет полной версии литовского отчета, он будет опубликован только 25 января, но там говорится в том числе, что многие заявления белорусских атомщиков и Росатома носят декларативный характер, они не подкликаны расчетами, не приводятся фактические данные или данные одного и того же документа противоречат друг другу, как вот я только что привел пример с самолетом. Там очень много серьезных вопросов. И единственное, что хочу сказать, что это 100 вопросов только по отношению к внешнему воздействию. А реакторы взрываются в основном из-за внутреннего воздействия или из-за низкой культуры эксплуатационников, из-за того, что называется, отсутствием культуры безопасности. И к этому тоже есть вопросы у Литвы, это важно. Ну и хотя бы про них свидетельствует и то количество инцидентов, в том числе смертельных, которые уже случились на строительной площадке. Между тем, Андрей, смотрите, вот Лукашенко на замечание относительно проекта АЭСа со стороны как литовцев, так и международных экологов, он отвечал только одно, что мы все равно эту станцию построим, и пусть литовцы не баламутят воду, а лучше думают про то, как бы нам совместно этой энергией распоряжаться. И вот сейчас, 25 числа, как вы напомнили, будут переданы эти 100 замечаний в Европейскую комиссию, также в экспертную группу при Европейской группе регуляторов ядерной безопасности. Вот эти данные, эти замечания, они могут как-то повлиять на позицию Лукашенко? Вот другими словами, если Лукашенко строит все-таки такую атомную бомбу на границе с Евросоюзом, как-то остановить это можно вообще? Ну остановить это можно, такое же строительство в Калининградской области было остановлено по внутренним причинам, без всяких международных там протестов. Да, но в Калининграде, в Калининграде это действительно внутреннее решение было, Россия сама решила, что это не целесообразно экономически, а тут Лукашенко хоть ему договорил. Ну и здесь точно такая же ситуация, здесь ровно такая же ситуация, как только Россия перестанет финансировать эту стройку, как только станет ясно, но это нам было ясно еще довольно давно, что не имеет экономического смысла данная атомная стройка, она также будет остановлена. Вполне возможный сценарий. Но простите комментировать мнение Лукашенко, его познание в современных подходах к ядерной безопасности я не могу, я просто вижу некую упорность, с которой этот человек пропагандирует атомную стройку. Ну знаете, есть такое стихотворение Некрасова, «Мужик, что бык, втемешится, в башку какая блажь, колом ее оттуда не выбьешь». Упирается. Да, к сожалению, только это скажется, возможно, скажется на нас. Андрей, в такой ситуации есть ли смысл, и возможно такое уже делается, говорить не только с Евросоюзом, вот той же Литве, международным экологом, но и, собственно, с Россией доказывать ей хотя бы эту экономическую нецелесообразность? Ну, экономическую нецелесообразность доказывает бюджет российский. Мы финансируем стройку из государственного бюджета, то есть из денег налогоплательщиков, ну вот из моих денег, в общем-то. И сейчас вы знаете, что новости из России приходят, что у нас резервный фонд на нуле, фонд национального благосостояния опустошен. И я так понимаю, что будут участвоваться наиболее безумные и ненужные проекты, и я очень надеюсь, что атомные проекты в числе тех, которые попадут под сокращение. Ну что ж, спасибо.